Всем привет! Это опять Анатолий из секретного бункера, где находится новая секретная печи термофора. И вы не поверите, термофор сделал... Ну, сейчас все увидите, в общем. Подождите буквально 10 секунд, пока я расскажу, что это за печь. Это отопительная печь, называется Валерианус I, пока это рабочее название. Дровяная отопительная печь. Объем отопленного помещения в кубах 150, габаритные размеры 635х540х655 мм, масса в килограммах 75, номинальная мощность 9, объем топки в литрах 50, диаметр дымохода 120, рекомендуемая высота дымохода 5 метров. Но, судя по всему, это не водяной котел. Судя по всему, это отопительная печь. И теперь... Батюшки, всем знакомая конструкция, но какая-то она совсем шикарная, похожая то ли на сейф, то ли на какую-то камеру в подводной лодке дверь. Ну, в общем, вы понимаете, что это, да? Ну и поехали смотреть. Начнем с самых слабых мест у данной конструкции. Ну, это у всех конструкций типа булерьяна, типа, там, не знаю, березки. Это трубы. Каким образом они изготовлены? Самое слабое место – это швы внутренние, сварочные. Давайте посмотрим, как сделано в этой печи швы. Так, то есть, мы видим то, что швы, швов не два, а один. То есть, это один лист металла, который соединен в одном месте с сваркой. Притом, видите, тут вот его видно, а тут его не видно. То есть, все очень грамотно сварено. Дальше смотрим. В отличие от многих производителей, это не просто там трубогибом сделано, а это некий кожух внутренний, в котором пропилены отверстия, в которые вставлены нагнутые трубы и сварено сваркой. Так. Ну, значит, вот конвектор с двух сторон. Для того, чтобы воздух холодный сюда затягивался и выходил горячий. Вот у нас дверца сейфовая. Или дверца, как в подводной лодке. Что с помощью нее можно делать? Ну, во-первых, можно посмотреть, что там горит или не горит, или тлеет. Во-вторых, здесь находится регулировка подачи воздуха. Посмотрим, как конструкция открывается. Со скрипом или плавно? Ба-ба-бам, ба-бам. Так. Ну, что тут у нас есть дверца? Стекло на уплотительном шнуре стоит. Да еще там с двух сторон. Ну, ничего. Четко, грамотно. Так. Петли такие, прям говорю истинно. Как в компьютерной игре какой. Ну, вот у нас запорный механизм. Это у нас заслонка. Я там ее закрываю, открываю. Ну, переходим к самому интересному. Это топочная камера. Видите? Сварные все швы находятся по бокам. Они находятся вот здесь вот, допустим. То есть, в местах, там где скапливается уголь, вот здесь, сварных швов нет. Мало этого, вся сварка, вот как я говорил, кожух, она вот здесь идет внизу, в самом. А внизу находится пепел. То есть, весь уголь лежит на пепле. А по теплоотводности пепел, он, то есть, как тепло, ну, ладно, забыл, термин бывает. Ну, в общем, пепел, он очень хорошо, зола защищает от температуры, именно вот, сталь. То есть, в печке всегда должна быть зола. Ее не нужно очищать. Посмотрим, как он обслуживается. Во-первых, здесь стоит отбойник пламени, чтобы пламя не уходило внутрь дымохода. И обслуживается он элементарно. То есть, ну, можно всегда прочистить, если что-то случилось. Так. Значит, здесь я не вижу их, нету жиклеров. То есть, подача воздуха через каналы. Так. Ну, на этой конструкции, вот с таким, вот с такой вот регулировкой, прямо точечной, эти жиклеры и не нужны. Посмотрим, что сзади. Сзади выход на дымоход. Опять же, трубы. Ну, вот, классическая конструкция. Одной из первых печей длительного горения отопительных. Ну, мне так кажется, ее термофор будет делать просто потому, что это раскрученная ниша. Есть покупатели, которые покупают только такие печи. Думаю, что стоить она не будет дороже конкурентов. Наверняка даже подешевле. Специально. Чтобы покупали побольше. Ну, естественно, огонь батарея, печь, так скажем, второго поколения, она намного интереснее, ну, лично для меня. Ну, и те покупатели, которые покупают вот такие вот конструкции, теперь могут, имеют выбор еще и выбрать термофоровский вариант. Он, по-моему, ничуть не хуже, а в кое-каких местах, а именно в сварке, в сварке труб, в подаче воздуха и, в общем, внешнем виде, по-моему, даже достойнее, чем остальные конкуренты. Я еще раз повторю, то, что вот выглядит реально как сейф, как будто вы не печку интерьерную купили, а разбогатели настолько, что прямо на даче, к примеру, сейф поставили. Вот. Ну, в общем, офигенная печь, что сказать. А вообще, вот. Ну, в плане дизайна. Но я бы поставил огонь батареи. Но это мое мнение. Что я врать буду? Не буду я врать. Вот. В общем, красотка. Красотка. Все. Ребята, думайте, решайте. Печка появится в 2016 году, когда, не знаю, наверное, к отопительному сезону. В общем, я даже цену не знаю. Обсуждайте в комментариях. Там, внизу, пишите прямо. Ну, я думаю, вы многое еще напишете. Все. Это был Анатолий. Там, видите, еще кусочки печки каких-то. Я еще поснимаю, пока никого нет. Спасибо.